Всем привет, друзья! Сегодня мы будем прокачивать все наше тело только на брусьях. Я смотрю, вам понравились упражнения на турниках по прокачке всего тела, поэтому мы будем качать на брусьях. Поехали! Сначала у нас будет грудь. Мы будем качать верхнюю часть груди и нижнюю. Для верхней части вот такое упражнение. Это обычные глубокие отжимания с возвышенности. Делаются они так. Это будет прокачивать нашу верхнюю часть груди. То есть вот это. Если мы хотим прокачать среднюю часть груди и внешнюю часть, то надо делать обычные отжимания. То есть не с возвышенности, а просто на брусьях. Вот таким вот образом. Два упражнения на прокачку верхней, средней, ну и нижней части груди. Так что этого достаточно. Следующее упражнение у нас будет на трицепс. Это обычные отжимания от брусьев в положении прямо, то есть тело у нас прямое. Отжимаемся ровненько, чисто на трицепс. Оп-оп-оп-оп-оп. И это, короче, мы будем делать сразу же в суперсете с узким хватом. Это отлично будет пробивать наши трицепсы, сто процентов. Так, следующее у нас идет прокачка плеч. Первое упражнение – это будем отжимания в домике делать. Встаем вот, короче, жопу вверх, башку вниз и отжимаемся вот так. Следующее упражнение – это у нас частичные подтягивания на брусьях, так же, как и на турнике, только тут нам надо будет согнуть ноги в уголке. Делается все упражнение вот так. На полную руки не сгибаем и не разгибаем. В верхней фазе мы задерживаем. Здесь отлично будет пробиваться передние дельта плеча. Следующее упражнение – это отжимания с наклоном тела вперед. То есть делается оно так. Если отжимания с прямым телом качают трицепс, отжимания с наклоном тела вперед будут прокачивать нижнюю часть груди и плечи. Так что три упражнения на плечи достаточно. Следующее мы будем качать спину. Это будут у нас обычные подтягивания, как на турнике, только на брусьях. И будет три упражнения. Короче, смотрите. У нас мышцы спины работают, во-первых, вот в таком положении. То есть они скручиваются вот так. И следующая функция спины – она вот так назад, да? То есть спину сводит нашу. То есть получается как книга. Даже я слышал, называется эта фигня книгой. Первое, короче, это подтягивание с широким хватом тоже в уголке. Это будет прокачивать широчайшие мышцы, но и заодно просто накачайте, потому что в уголке. Следующее упражнение – это у нас подтягивание параллельным хватом. Вот таким вот беремся. Опять же, ноги в уголке можно, можно вот так сделать. И делаем. То есть стараемся тянуть широчайшими. Не просто руками, а широчайшими. Следующее упражнение – это именно будет вот эта книга, которая будет прорабатывать толщину, глубину наших спинных мышц, так скажем. Нам нужно сделать ноги вот так поставить. Блин, они кривые немножко. Кто? Ноги кривые? Не, не, эти кривые. Вот, и делаем вот так. Спина прямо. Не особо удобно, потому что одно бревно ближе, другое дальше. Вот, но это будет как книга, она работает вот так, спина. То есть она будет прокачивать именно нашу глубину спины. Так, следующее, друзья, это у нас мой любимый бицепс идет. Короче, это просто обратный, обратным хватом подтягивание на брусьях, как и внутренние делается. Только вы можете ноги так же в уголке держать и подтягиваться. Следующий вид подтягиваний такие же, как я и показывал, на спину, только тут мы должны выключить спину из работы и подтягиваться только бицепсом. Короче, в этом упражнении нам нужно выключить спину вообще из работы и тянуть только руками. То есть мы спину вообще не трогаем. Расслабились и тянем тупо бицепсом. Тут спина даже не работает. Оп. 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 Это упражнение примерно заменяет нам молотки, да, вот эти. То есть примерно такая же схема идет. Работает брахиалис и вот это правая сторона головки бицепса. Следующее упражнение на бицепс – это просто у нас ноги будут стоять на полу. Это, возможно, упражнение для таких слабеньких людей, которые только начали заниматься. Мы кладем руки вот таким вот образом, ставим ноги на пол вот так и делаем вот так. Все эти упражнения можно заменять, как в суперсетах, можно делать по одному. То есть вообще без разницы. Но суперсетами будет эффективнее. Следующим мы будем прокачивать пресс. Это упражнение обычно повисаем и просто в уголке поднимаем ноги. Это будет прокачивать нашу нижнюю часть пресса. Следующее упражнение – бегун. Это лично мое упражнение, я не видел таких. То есть вы делаете вот так. Это упражнение будем прокачивать по одной половинке пресса. То есть эту и эту равномерно. Всю часть вот эту. Но больше, конечно, напряжение будет идти на нижнюю часть. Следующее упражнение – это просто скручивание на брусьях. Мы должны сесть на брусьях и делаем обычные скручивания. Так же, если мы хотим прокачать косые мышцы, то делаем такого вида скручивания. И так же, если вы хотите сделать на косые мышцы в суперсете, то мы должны будем делать на брусьях тоже. Я вот сейчас поделываю эти упражнения и уже пресс забился дико. Так что вперед, ребят. Итак, друзья, последнее упражнение – это будет у нас на трапецию. Одно упражнение я знаю. Обычно не качают трапецию на турниках и брусьях, но я покажу, вдруг захотите. Обычно это нужно делать с весом, чтобы сложнее было. Смотрите, повисаете на брусьях, тело прямое и делаете шраги обычно. То есть у вас руки не занимаются, а вы делаете шраги как со штангой, либо с гантелями. Я бы назвал это конвульсией. Конвульсией шизофреника. А так, друзья, вот такие вот комплексы у нас получились. Это очень круто. Пробуем, если у вас нет турника, либо гантели, либо штанг, либо что-то делаете на брусьях. Тоже можно поддерживать вполне форму. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Пока!